Постоянно хочется пить и ни на что нет сил. Татьяна была в таком состоянии месяц. К врачу не обращалась. Мне даже как-то неудобно было пойти в поликлинику. Мне казалось, вот что я там скажу. Ну, пить хочется, ну, есть не хочется. Ну, мало ли с кем такое не бывает. Внезапно потеряла сознание и очнулась уже в реанимации. Там узнала диагноз – сахарный диабет. В России с сахарным диабетом около 5 миллионов человек официально зарегистрированных. Но эту цифру, говорят врачи, можно смело умножать на 2. Многие не знают, что больны. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что человек пришёл на приём, а его смотрят и офтальбологи. Говорят, у вас давно диабет, у вас на глазном дне уже очень серьёзное осложнение диабетическое. Какой диабет? Это значит, что он лет 10 проходил с невыявленным диабетом. Не стоит думать, что это исключительно болезнь пожилых. У диабета два типа. Первый проявляется чаще всего как раз в молодости и в детском возрасте. Симптомы яркие, их сложно пропустить. Второй тип называют немым, может годами не давать симптомов. Как его выявить – проверяться. Особенно тем, кто в группе риска, есть избыточный вес. Да, кстати, после 45 лет мы все в этой группе, независимо от телосложения. Раз в год стоит сдавать анализ на уровень глюкозы и гликированного гемоглобина. Если показатели высокие, сразу корректировать рацион. Поможет вот такой светофор питания. Его легко найти в интернете. Очень простой. Красная группа – это продукты, которые надо максимально ограничить. Жёлтая группа – продукты, которые нужно умеренно потреблять. Обычно мы говорим, ешь половину привычной порции. И, наконец, зелёная группа – это свободное потребление. Если коротко – ограничить жиры, меньше углеводов и белков и спокойно есть овощи. Людям с незначительным повышением сахара диета помогает не уйти в болезнь. А уже заболевшим она жизненно необходима. В этом блокнотике я записываю все приёмы своей пищи и контрольный замер сахара. Татьяна Ивановна делает замеры крови несколько раз в день и говорит – это большое благо. Она застала времена, когда глюкозу проверяли раз в месяц в поликлинике, а инсулин приходилось колоть наугад. Но она строго держала диету, научилась управлять болезнью и получила почётную награду за 50 мужественных лет с диабетом. Мне казалось, что я всё это преодолею. Несмотря на то, что мне сказали, что диабет – это неизлечимые заболевания. Но жить можно. И я найду свою колею. Получилось, что я её нашла. Сейчас держать болезнь под контролем легче. Помпы для подачи инсулина сами вводят заданную дозу. Система постоянного мониторинга крови крепится на руку и регулярно берёт анализы. Результат на экране телефона. Родители могут смотреть показатели ребёнка даже на расстоянии. Но одно остаётся неизменным. Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов на долгую жизнь. Жажда – это частое мочеиспускание и похудение при повышенном аппетите. Это самые три кита, на которые следует обращать внимание. Ведь правда, в любом случае лучше сдать анализ и убедиться, что всё хорошо, чем упустить развитие болезни. Маргарита Ильина, Александр Иванов, Дмитрий Рожков, Юлия Козлова, Первый канал.